Девушки отдыхают Можете записать номер записи 3012 726 дней Почему не выплачиваете Мне вчера звонили Уже сказался Ну что вы сказали Я хочу сейчас с вами поговорить Почему вы не выплачиваете Если есть возможность выплачивать По акции Когда списывают Возможно выплатить свой кредит Почему не идете на контакт с банком Почему не иду Вы до этого разговаривали С сотрудниками банка Вы все время отказываетесь от оплаты Оплаты я никогда не отказываю Хорошо Вы от оплаты не отказываетесь Да, а почему тогда не выплачиваете Потому что возможности нет Вы работаете на сегодняшний день? Ну вот если бы вы были в курсе разговоров Зачем вы делаете записи разговоров? Я хочу с вами поговорить Евгений Владиславович Зачем я буду от третьего лица узнавать Когда я хочу с вами поговорить? Какого третьего лица? Если у вас ведут записи телефонных переговоров Мне вчера позвонило Записи разговорных, телефонных разговоров есть Я хочу лично с вами поговорить И уточнить ваших слов Понимаете? Или вы сомневаетесь в том Что вчера со мной разговаривали Я не знаю Смысл-то этих записей Вами вчера разговаривали Евгений Владиславович С вами разговаривали Разговаривали 0.9.12 Разговаривали 0.1.12 26.10 19.08 17.08 Я хочу сейчас с вами поговорить лично И уточнить информацию Почему вы сами не выплачиваете За уроки большая на сегодняшний день Почему фактика не изменилась? Со вчерашнего дня ничего не изменилось Такая информация То есть по акции вы участвовать не хотите, да? Выплачиваете свою денежную сумму Когда вписываете в цепени проценты за просрочку Какая разница, что вам говорите Вы все равно так надатированы, чтобы не слышать в собеседниках Я вас слышу, Евгений Владиславович Да вы слышите, но не понимаете Я милояльно разговариваю, но ваш голос не повышаю Я хочу уточнить Ну я же говорю, деньги будут, я плачу Я долго не отказываюсь Сейчас возможности нет Евгений Владиславович, это конечно понятно Да, то, что вы будете выплачивать Или самостоятельно, или так Вы поймите то, что вы тебе портите всю кредитную историю Да, потому что банкам все передается Бюро кредитных историй На основании 218-го федерального закона И когда будете ставиться на работу На хорошую долгу Вас могут и не взять А все потому, что у вас будут долги Сейчас реже чем устраиваться на работу Работодатель заставляет заполнять анкету Если у вас кредиты, служба безопасности Это все проверяется Понимаете? Ну понимаете вот Это же не просто так делается 4 декабря мне пришла СМС С предложением там от одного банка Взять 300 тысяч рублей в долг То есть если моя кредитная история испорчена Почему же мне присылают такие СМС? И это не Киньков Подождите А в августе мне предлагали миллион рублей здесь Евгений Владиславович Смотрите СМС-оповещение может предлагать абсолютно любой банк Но когда вы придете оформлять свой кредит Вам будет отказано кредитование Ну может быть отказано Может не отказано Очень факт Вам будет отказано Это не факт Хорошо Знаете, давайте подведем итог У меня есть для вас очень хорошее предложение Называется сессия Выкуп своего кредитного договора Я в Куфе Это Вы тоже знаете Я в Куфе Почему же не выкупаете Евгений Владиславович Ну вот если бы вы В курсе были Моих разговоров Куратором Тогда бы вы не задавали таких вопросов Вы тратите просто свое время Подождите Я вот хочу уточнить Если вам акция предлагалась Сессия предлагалась Вам дается время На выкуп своего кредитного договора От месяца до двух месяцев Куратором Куратор сказал Как деньги будут Как деньги будут Так звоните мне Узнавайте Актуальна ли Сессия А с кем вы общались Да Не общались Да А вообще Условие сессии подходит Верно Вообще Денежные средства Нужно накопить Верно Да Хорошо Вопрос по другому Тогда Поставим А вы В ближайшее время Как думаете Устраиваться на работу Ну вот после Новогодних праздников Собираюсь Устраиваться Потому что Все равно Сейчас Декабрь Это Месяц Корпоративов Потом будут Праздники И в это время Нового сотрудника Обучать Вряд ли Кто будет заинтересован Вегене Владиславович То есть Вот эти Ближайшие месяца Получается Вот этот месяц В декабре Оплата С вашей стороны Не будет поступать Верно Я вас поняла Ну если денег нет Пока вы Работу не устроитесь А вы не пробовали У родственников Занимать Хотя бы Минимальный платеж Делать Своему кредитному Договору Зачем Если это все Процентами Потом поглотиться Минимальные платежи Это идет На погашение Не только процентов Да Минимальные проценты Маленькие копейки А вот это идет На погашение Вашей суммы Долго Евгений Владиславович Это идет На погашение Суммы Долго Я хочу У вас Уточнить То есть Оплата В декабре С вашей стороны Не поступает Даже минимальный Платеж Маловероятно Хорошо Я не знаю Что будет До конца Декабря Может Мешок денег Найду Грубо говоря Ну хорошо Конечно Если в мешок денег Идете Евгений Владиславович А вы сейчас Получается С родителями живете Получается Так А родители Сапаты Вам помочь Не могут Не могут Хорошо оплачивать по своему кредитному договору, хотя бы вносить минимальные платежи, чтобы оставить ваш кредитный договор в работе. Потому что если банк выставит вам всю сумму к оплате, необходимо будет внести в течение 10 рабочих дней 364 тысячи 900 рублей. А я не думаю, что вы такую сумму найдете в течение 10 рабочих дней, Евгений Владиславович. Ну смотрите, как допустим будет выставлять банк требования. Суммы я не согласен. И далее что? Далее банк вынужден будет подавать в суд. Евгений Владиславович, я вам хочу напомнить, что когда вы оформляли кредит нашим банкам, вы подпирали юридический документ, взяли на себя ответственность на основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы читали абсолютно все, абсолютно пункты почитали в этом договоре. Там было написано то, что ни одна причина не снимает с вас ответственность по погашению кредиторской задолженности. На тот момент, когда вы подписывали нашим банком юридический документ, у вас все устраивало, да? А на сегодняшний день почему-то вы не выплачиваете. По той иной причине, да? То, что вы не работаете, говорите. 626 дней. Хотя в договоре было написано то, что ни одна причина не влияет на погашение кредиторской задолженности. Понимаете? Опять здесь, да, вы же бываете. Да, я вас слушаю. Да, ладно, я понимаю, что да, я не выплачиваю. Но вот смотрите, ваши сотрудники с вашего отдела взыскания мне неоднократно звонили и уводили в заблуждение относительно последствий неуплаты. Рассказывал мне про 159-ю, 165-ю, 177-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. С какой целью? С целью психологического воздействия, а это незаконно, понимаете? Если, во-первых, 49-я статья Конституции Российской Федерации в жизни не виновность. Поэтому вот эти все речи про статьи Уголовного кодекса, они неуместны в формате такого общения. Я вас услышала, да, знаете, на основании статьи 177-й Уголовной ответственности, это статья злостное уклонение и погашение кредиторской задолженности, а по срокам вы подходите. Не надо мне рассказывать про сроки, понимаете, вы меня вот снова вводите в заблуждение. Я вас в заблуждении ни в коем случае не в ваших... Вы вводите, что такое злостное уклонение от кредиторской задолженности, вы знаете? То, что вы не выплачиваете по кредитному одному. Неправда. Ну как это неправда? Ну вот так, это когда прошел суд. Вот суд прошел, суд постановил взыскать сумму, а я скрываюсь, а я пытаюсь как-то имущество спрятать. И вот это злостное уклонение, а не то, что там по срокам, не по срокам. Есть, смотрите. Не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Пожалуйста, не надо. Полтора миллиона рублей, крупный размер задолженности. Вот видите? А вы мне говорите, вы подходите. Причем тут по срокам? Нет, там крупный размер, соответственно, 177-й статье УКР. Не выплаты по вашему кредитному договору. Последняя выплата по вашему кредитному договору была в 2014 году. Сейчас у нас уже 2016-е, начало 2017-го года. Понимаете? Ну что? Уклонение погашения кредиторской задолженности. Вы меня слышали? Уклонная статья, я вас услышала. 177-я не подходит ко мне, вы понимаете это? Не подходит. Подходит он. Не подходит. Вы почитаете статью, вы почитаете. Не то, что вам на бумажке пишут, не то, что вам рассказывают. Как бумаги, Евгений Владиславович. Я тебя читала по бумаге, я с вами свободно не общалась, Евгений Владиславович. А почему меня пытаются... Я вам говорю, что не подходит эта статья. Объясняю, почему. Вы мне снова... Хорошо, поставил у вас мнение такое, да? Да это не мнение, это факт, понимаете? Это юридический факт, что вот... Это не юридически. Это факт. Нет. Крупный размер задолженности, в соответствии с 177 статьей, какой? Хорошо. Раз вы говорите, если у вас 177 статью по срокам, да, сумма у вас долга большая на сегодняшний день. В соответствии с 177 статьей, крупный размер задолженности, какой? У вас подходит по срокам и по сумме, Евгения Владиславович. Какой? Сумма какая? Я вам еще раз говорю. У вас 362 400. Озвучьте сумму по 177 статье. Если хотите законодательство изучать, изучайте самостоятельно. По 177 статье я вам говорю. Полтора миллиона рублей. Полтора. Здесь не влияет сумма, понимаете? Ваши сроки подходят. Так, открываем. Открываю. А я открываю статью. Хорошо. Открывайте. Вы меня хотите уточнить по статьям? Гарант. Ну, хорошо. 177 УК РФ. Злостное уклонение погашения кредиторской задолженности. Верно? Верно. Это вы прочитали. Всего лишь заголовок. Подождите. Злостное уклонение руководителя, организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Вы это не в курсе? Хорошо, теперь меня послушайте. Теперь меня послушайте. Верно. 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 Здравствуйте, друзья, на связи Кузнецов Дмитрий. Ну, что тут прокомментировать? Ну, внесу ясность. Понятно, что автор, видимо, человек, который занимается другими делами, юридически не подкован в какой-то степени, и это не может быть минусом, кто на что учился. Но я, в свою очередь, значит, разъясню по 177-й, которая нас такой дикой страстью навязывала, пыталась напугать человека. Ну, смотрите. Не претендую на цитату, но, значит, 177-й – это злостное уклонение от кредиторской задолженности, точнее, исполнение решения суда, вступившего в законную силу по факту той самой кредиторской задолженности. Понятное дело, после решения в законную силу судебного решения, кто занимается взысканием задолженности, всем известно, судебный пристав, Федеральная служба судебных приставов. И отсюда выводы делаем, да, что инициирует данную конкретную статью имеет право только сам исполнитель, сам судебный пристав. Конечно же, по причине злостного уклонения, при наличии суммы более полутора миллионов, это написано в законе, это никаким образом не может корректироваться вот этими вот словами, либо каким-то там, как она говорит, договором. Договор не может стоять выше закона, и уж тем более ее аргументы не могут стоять выше закона, потому что она курица безмозглая, это всем известно. Вот. Итак, судебный пристав в каком смысле может инициировать статью уголовного кодекса, именно 177-ю статью? Когда должник, а должником человека может признать только суд, прошу не забывать, только в статусе должника человека можно привлечь вот данные конкретной ответственности, до этого он заемщик банка, клиент банка и так далее и тому подобное. Итак, человек уклоняется, скрывает имущество, не приходит по повесткам, в конце концов, игнорирует общение с судебным приставом, и даже этого всего, в принципе, должно хватать для того, чтобы судебный пристав начал следственные мероприятия, инициировал следственные мероприятия и уже выступал, скажем так, обвинителем, что ли, да, в суде. Ну, задумайтесь, зачем это приставу нужно? У него и так, до хрена, извините за выражение, работы, рутинной, вот эти папки, огромный бумаг, и ему еще, да, в суд ходить, что-то там доказывать и так далее. Судебный пристав получает свою зарплату не от взысканных средств. Там нет зависимости. Ему нужно сделать, как говорится, финишировать в законном формате, применить все законные методы и на этом основании принять решение официальное. Либо прекратить исполнительное производство, либо, соответственно, взыскать эти деньги. И все. Он не получит больше, либо меньше за эти вот моменты, да, заплатит человек, либо не заплатит. Поэтому ему без разницы. Он сделает все для того, чтобы подвести ситуацию выгодную для себя. Как можно меньше работать, это называется. Понятное дело, что сам заголовок этой статьи 177-й вводит в ступор многих, кто ее читает, некомпетентных, юридически неподкованных людей. И человек просто отказывается дальше что-то думать, понимать, соображать, естественно, боится и трясется. Я знаю кучу людей, которые, ну, просто вот от самого заголовка, да, и потом они, конечно, знаете, заголовок читают, а потом читают, что, чего грозит кому и как. Вот. И это вводит в жестокий ступор, а коллекторам, вот этим взыскателям, как раз-таки вот эти вот моменты и показывают. И не разъясняют суть этой статьи. Коллекторы, естественно, всем известно, люди не обремененные какими-то умственными преимуществами по отношению к любым другим людям. Естественно, они тоже совершенно отчетливо в это верят. В этом-то вот это и доказывает уверенность в ее голосе. То есть у нее голос-то поколебался, она понимает, что что-то не то несет, но ей нужно было, скажем так, изо всех сил оказаться наверху, чтобы последнее слово за ней было. Должник, ну, в ее формате должник, вообще автор, да, клиент банка, сделал вид, что он вроде как повелся, да, в самом начале разговора, а потом четко, конкретно, технично перевел и опустил вот эту девочку туда, куда ей положено, в ту самую выгребную яму. Спасибо автору за этот ролик. Не бойтесь ничего. Прежде чем делать выводы, сначала изучите внимательно, без эмоций, те либо иные аргументы, приводимые в ваш адрес взыскателями. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Много полезного и интересного. Если вам удобнее смотреть через ВКонтакте, в описании этого ролика и всех других роликов есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте, где все эти ролики дублируются. Вы можете спокойно смотреть это ВКонтакте, следить за нашим творчеством. Подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе. Перестаньте бояться. Если вы по каким-то причинам не можете сами решить этот вопрос, а хотите, чтобы документально все было на вашей стороне, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Также в описании ролика, этого ролика и всех других роликов на нашем канале есть ссылка на наш сайт www.3woliam.ru где выложена видеоинструкция, как устроена работа наших специалистов, что мы для вас сделаем, почему мы работаем дистанционно по всей России, любого человека, где бы он ни находился, если у него отношения заключены на территории Российской Федерации, то мы ему поможем. Избавим от кредитного рабства строго законные методы решения этих вопросов. Как, еще раз повторяю, сколько это стоит, за какое время мы это сделаем, все в видеопрезентации на нашем сайте выложено. Смотрите обязательно видеопрезентацию от начала до конца, оставляйте заявку, наши специалисты с вами в рабочее время свяжутся и ответят на все оставшиеся вопросы. Еще раз повторю, лайки с вас, если понравился ролик, репост в соцсетях, подписка на наш канал, если вы этого еще не сделали. На связи с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Счастья вам, благополучия, финансовой свободы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok